Разгадать таймницы Майонка библиотека запросила усих. Квесты, чароные поверья, онлайн викторина – абсолютно разные загадки чекали гостей. Самые маленькие отправились в Украину каламбурою разом с котом Леопольдом. Так само можно было зазернуть на кубочек горбаты до травниц. Жанчины раскрывали головный секрет життя, як стать по-соправдному счастливым. Это перелетная трава, как болотная незабудка. Кто ее найдет, то будет сейчас ее. Вот и все. А кроме того, можно было трапить на дивный рынок, где каждый мог те пояс, те горшок, те лапки сделать самостоянно. Ляльки обе орехи, отничные и дровлянные упрыгоживания, творческий кермаш с мастер-классами рихтовали рамесники всей Гомельщины. Так само в Майонток библиотеку заехал погостить Олег Беловусов. Он представил фотопортреты князев и рыцарев. Олег Дома особливо интересно было смотреть за соправными героями истории. Самый закоренелый миф – это то, что рыцарь был неподвижным. Из головы людей никак не получается его искоренить, хотя на самом деле все это абсолютная ерунда. В доспехе можно не только воевать, в доспехе можно еще и танцевать. Соправды я кош свята без танцев и песен. Шляхецкий баль, запаленная фламенка, фолк-проекты и молодцевые перфомансы. Кожный мог почуть любимый ритм. Але головная дякуючу библиотеце Мягерцена кожный мог опынуться у машине часу. До этого вандрования супрацовники рыхтовалися два месяца. И больше затое практически усе декорации и костюмы створали сами. «Чудесно, что они дарят, наверное, свое тепло и свое внимание не только людям, которых знают они, а и всем окружающим. То есть делают, наверное, этот вечер таким волшебным именно сотрудники, которые перевоплотились сегодня в таких чудесных персонажей». Катерина Сапельникова, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Хомель».